И море по колено, и горы по плечо. Команда юных туристов из Чуваши одержала уверенную победу на всероссийских соревнованиях. Спортивный фестиваль прошел в Сочи в начале октября. Нашей сборной удалось завоевать 16 золотых медалей. Ребятам не было равных ни на водных, ни на горных дистанциях, а также в ориентировании. О своих сочинских приключениях они рассказали полномочному представителю президента России в ПФО Михаилу Бабичу. Испытания, к которым они готовились на тренировках, в Сочи осложнила погода. Преодолевать дистанции приходилось под сильным ливнем. Он шел каждый день. Из-за дождя организаторы даже отменили соревнования по скалолазанию. Не просто пришлось и команде по спортивному ориентированию. На местности, которую они исследовали, размыло все дороги и тропы. Там была речка Шахе. Она удвоилась в два раза. То есть было тяжело ориентироваться с того, что все размыло. И такого рельефа не читалось. Тропинки не было видно. То есть был бег по азиму. То есть была именно техника, которая уже была наработана. Но сложности только укрепили командный дух, признаются ребята. Им удалось обойти сильнейших конкурентов. Башкирская команда заняла второе место. Далеко позади оказались и хозяева чемпионата. Путевку в Сочи юные туристы получили на окружных соревнованиях, которые проходили в Саратовской области. Тогда наша команда вошла в тройку лидеров. Опыт Чувашской сборной власти планируют тиражировать во всех регионах. Буквально с 2014 года эту работу хотим систематизировать. Чтобы действительно и система подготовки в спортивном туризме, и система соревнований, она была однотипна для всех регионов. Чтобы она проводилась по единым методикам, по единым правилам. Необходимо сделать все, чтобы сохранить лидерство. Подготовку к окружным играм начнут в ближайшее время. Чтобы выявить лучших, в республике проведут открытые чемпионаты. Некоторые соревнования, они у нас очень массовые, получаются, как, например, соревнования по лыжному туризму. И мы поставили перед собой задачу в этом, в этой туриаде, обязательно, чтобы была обязательно организация муниципальных этапов, вот на одном мероприятии в этом году, и уже два мероприятия мы планируем в следующем году. Походным туризмом сейчас увлекаются многие. Правда, этой системе не хватает квалифицированных инструкторов и полигонов для тренировок. Михаил Бабич отметил, что решить проблемы сразу не удастся. Но условия для занятия туризмом в ближайшее время планируется создать в школах, как это было и раньше. Ольга Пырочкина, Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.